Нижегородский шоу-бизнес зашел в тупик. Одни жанры переполнены артистами, другие нуждаются в новых участниках рынка. Как оценивают сегодняшнее состояние Нижегородского шоу-бизнеса сами его участники? По пятибалльной системе будем считать, что, наверное, на четверку с минусом. Состояние пестрое, разнообразное. Мне видится в этом состоянии определенный перекос на данном этапе. Нижний Новгород, вот сейчас могу сказать, переполнен ведущими, например. Но это тоже жанр, это тоже нижегородские звезды. Многим кажется, достаточно взять в руки микрофон, сказать «Добрый вечер, дорогие друзья!» Все, ты ведущий. Ну вот, слишком упрощенное видение, поэтому и определенное занижение профессиональной планки. Есть примерно 3-5 каких-то таких лидеров Нижегородской области. Мероприятие происходит постоянно, и гонорар достаточно высокий. То есть у таких людей, да, то есть это 3-5 ведущих, которые, ну, я не знаю, за одно мероприятие могут брать от тысячи долларов, да, то есть могут быть обратить две тысячи долларов за мероприятие. При избытке ведущих в Нижнем Новгороде отмечается дефицит артистов оригинального жанра. Оригинальный жанр – это, как правило, то, что принято называть цирк на сцене. Так сказать, лишенный масштабов цирковой арены, вот, он адаптирован и вынесен на сценическую площадку. Как стать звездой местного и национального масштаба? В рамках данной программы рассмотрим вокальный жанр. В первую очередь нужно работать с нижегородскими продюсерами, с нижегородскими агентствами, которые являются непосредственно, ну, так скажем, маркетом, да, ну, собственно, всех этих услуг, которые в Нижнем Новгороде есть. Есть какие-то информационные порталы, на которых выкладывают артисты свои резюме, свои демо-версии и так далее для того, чтобы их приглашали. Но в основном продажами занимаются исключительно агентства. То есть, если есть задача стать, если есть желание стать звездой в Нижнем Новгороде, тогда, ну, как бы, если есть какие-то таланты и способности, тогда необходимо идти по агентству со своими демо-версиями, рассказывать, ну, вот такие, вот такие, а еще лучше пригласить на какое-то выступление и сказать, что вот такой вот продукт мы предоставляем. Вот если говорить о каких-то качественных, ну, даже здесь не стоит говорить о качественных, а об агентствах, у которых есть клиенты, которые могут потратить на мероприятие больше миллиона рублей, таких агентств не больше пяти. Если вы захотели стать востребованным артистом в Нижнем Новгороде, то вам придется пойти на компромисс в процессе формирования репертуара. Перепевок, кавер-версий не избежать. Несколько лет назад моя песня «Нижний Новгород» завоевала на конкурсе «Песен на городе» первое место. Было представительное жюри во главе с нынешним ректором консерватории, то есть это не самодеятельный конкурс был, профессиональный. С того момента, как мне вручили грамоту и поздравили, пожав руку, эта песня нигде без моего личного настояния и участия, нигде просто на официальном уровне не была использована. Если ты хочешь заработать денег, можно начинать пять кавер. Если ты хочешь делать творческий продукт, опять же, можно начинать пять кавера для того, чтобы как-то раскручиваться и начинать набирать опыт работы с аудиторией. И потихонечку начинать записывать свой продукт. А большинство это как раз выступает просто с чистой минус-фонограммой в оригинальном звучании. Я называю это ресторанный, если не сказать хуже, кабацкий вариант. Но подавляющее большинство зрителей это устраивает вполне. По разным оценкам, доход успешного артиста в Нижнем Новгороде варьируется от 40 до 80 тысяч рублей в месяц. В Нижегородском рынке есть артисты, которые сами занимаются собственным продюсированием. То есть они сами пришли в агентство, сами сказали. Здесь их гонорары, это полностью их гонорар. Они не отдают никаким продюсерам, никакие части там и так далее. Есть продюсерские проекты, где продюсер изначально создает проект, то есть будь то хореографический, либо вокальный, он придумывает, что там будет происходить, как это будет происходить, набирает туда команду и назначает либо зарплату, либо там уже есть разные системы мотивации. Если разговаривать о средних гонорарах в продюсерских проектах, это порядка 30% от того, за сколько это продается непосредственному клиенту. Концерты у меня в среднем по одному или два концерта в неделю, как-то так получается. Но работа сезонная, в периоды праздников, конечно, концертов и заказов больше. Вот именно меня, как сольную певицу Татьяну Гулеву, приглашают, бывает, что и каждый день. Перед Новым годом начнется музыкальный чёс, так называемый. Мы будем каждый день по несколько концертов, по опыту. А потом настигнет пауза, такая затишье, сезонная эта весна, майские праздники и так далее. И в это время я обычно посвящаю себя либо отдыху, либо творчеству. Вот как-то так получается удачно. Естественно, каждый артист мечтает стать звездой национального масштаба. И часто выбирает два пути. Поиск московского продюсера и участие в конкурсах. Участие в конкурсах – это своеобразный спорт, в котором ты борешься, соревнуешься, идешь к какой-то определенной цели, уже намеченной. Ты уже, участвуя в конкурсе, ставишь какую-то планку, какое-то место, которое тебе нужно достичь. И этим и хорошо, то, что внутренне ты растешь, и ты стремишься. Нижегородский артист Макс Лимбер попал в десятку финалистов российского отбора на конкурс «Славянский базар-2012». Жюри во главе с Иосифом Кобзоном выбрала Анастасию Козлобу, за которой стоял известный композитор и продюсер Ким Брайбург. Финалисты вышла Анастасия Козлова, которая была практически готовым проектом, выделялась на фоне других участников тем, что она практически готовый проект. Остальные участники на айфоне смотрелись как бы действительно начинающими. То есть сразу видно, что за человеком не стоит какой-либо покровитель, человек или наставник. Татьяна Гуляева в составе группы «Замша» в начале 2000-х практически достигла олимпа отечественного шоу-бизнеса. Ротация клипа на MTV, выступление в новогодней программе НТВ с Олегом Меньшиковым, поддержка Артемия Троицкого и многое другое. Однако сегодня Татьяна живет и выступает в Нижнем Новгороде. Было много версий, по которым не произошло такого взлета. Об этом можно говорить очень долго. Вот, как я сама считаю, я вижу это в этом, просто судьба так сложилась, сложились так обстоятельства. Все, что было, все на пользу, ни о чем не жалею. То есть «Замша», она плотно вошла в историю музыки, однозначно. Люди до сих пор поют песни, вспоминают мне. А сейчас, по прошествии 12 лет, я удивляюсь тому, что люди, новые поклонники объявляются. Вот, то, что не произошло взлета, я думаю, что это даже неплохо, честно говоря. Потому что, ну вот, то есть, вот он был взлет, тот, каким он был, значит, вот, он этого заслуживает, этот проект. У нас было все, то есть, в масштабе страны, в масштабе телевидения, стадионных концертов, фан-клубов, сайтов. То есть, вот все полноценной жизнью группа жила. То, что она там не стала, то есть, сейчас-то вот мы не концертируем на телевидении, да нам это и не надо, собственно говоря. Мы также продолжаем, у нас есть свои зрители, публика. Директор одного крупного нижегородского концертного агентства в приватной беседе сообщил нам, что для старта в федеральном масштабе необходимо сначала записать две-три авторские песни, что обойдется в порядка двухсот-трехсот тысяч рублей, затем показать их московскому продюсеру, который поможет выбрать окончательный стиль и формат артиста и инвестировать в первые средства. Вначале потребуется порядка полутора миллионов долларов, основная часть которых пойдет на создание одного коммерческого хита и его продвижение через радиостанции. Я очень много времени уделял вокалу, именно обучению. Хотелось достичь какого-то совершенно идеального уровня, но, как оказалось, то, что это не совсем главная центральная вещь, на которой нужно зацикливаться и уделять внимание. Недавно у меня была встреча с действующим московским продюсером. При разговоре, что я для себя открыл, для продюсеров сейчас нужны готовые проекты с авторским репертуаром, с готовыми программами и очень основательным фундаментом финансовым. Значит, не каждый, естественно, исполнитель способен найти себе такого спонсора, который будет вкладывать в тебя по нижегородским меркам, допустим, десятки сотни тысяч рублей, по московским миллионы долларов уже. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...